Коридор одного из отделений, новой 14-й поликлиники, открытие которой барнаульцы, особенно жители индустриального района с нетерпением, ждут уже не один год. Но, как выяснилось, учреждения будут водить поэтапно, подразделения за подразделением. Правда, первых пациентов здесь примут уже в ближайший понедельник, 5 февраля. Официальное же открытие запланировано ближе к Дню Защитника Отечества. Новый объект не зря некоторые нарекли суперполиклиникой. Здесь с десяток отделений, пять этажей и столько же отдельных входов, 500 кабинетов. Штат еще доукомплектовывают, но к концу февраля здесь будет трудиться 600 специалистов, а к концу года уже 800. Представьте, это 15 тысяч квадратных метров, такое количество сотрудников, кабинетов. Да, у нас новое оборудование, да, новая мебель, хороший ремонт, но мелочей их всегда достаточно много. Абсолютно все предусмотреть невозможно. Нет у нас возможности запустить все сразу, потому что мы разорваться тоже не можем. Первым делом в новое здание из прежних пяти корпусов поликлиники переведут женскую консультацию, лабораторию, администрацию. После поэтапно начнут открывать подразделения, которых прежде в структуре учреждения не было. Появится травмпункт, отделение реабилитации, высокотехнологические службы. К примеру, в отделении лучевой диагностики установили два маммографа, космический рентгенаппарат и суперчувствительный компьютерный томограф. Благодаря оборудованию экстракласса в поликлинике планируют увеличить число проводимых исследований и выявлять заболевания на максимально ранних стадиях. В нем стоит детектор, который делает много-много срезов от той зоны, которую мы заявляем. То есть если у нас идет томография головы, то есть в заявленном участке будет сделано вот это количество срезов и будет создана 3D-конструкция вот этого области. И, соответственно, мы послойно, там шаг в пределах 2-3 мм. Представляете, какой процент выявляемости патологии мельчайший, еле-еле заметный. То есть это и метастазы, это и кровоизлияние. В многопрофильной поликлинике, что обслуживает самый густонаселенный район города, будут принимать до 900 человек в день. И людям больше не придется бегать по разным корпусам, которые находились на первом этаже общежития и были не приспособлены под прием пациентов. Зачастую могло быть так, что у одного и того же пациента было расписано различные консультации и диагностики по всем пяти корпусам. Такие варианты тоже были. То здесь еще и отсекаются направления в другие учреждения, которые расположены в центральной части города Барнаула. И поэтому мы сокращаем количество перемещений у пациента, обеспечивая ему доступность в одном конкретном месте. Из прежних пяти корпусов поликлиники продолжит работать только один – на Павловском тракте 281А. А в детском филиале теперь высвободится целый этаж. Там откроют дополнительные кабинеты для педиатров. В сентябре сюда придут работать сразу 10 молодых специалистов. Торжественно открыть корпус для взрослых пациентов планируют до 23 февраля. Елена Макаренко, Владислав Ковалев. День с толком. Прежисс Kabulя. День с толком. Продолжение следует... Продолжение следует.